Всем привет, вы на канале Мистер Кубик. На днях корейские наши разработчики игры ArcheAge предоставили информацию, анонс, изменения, которые они планируют сделать на 2024 год. И тут есть о чём поговорить. Но перед этим, в честь нового года, и кстати, всех ещё раз с новым годом, я сделаю розыгрыш у себя на канале, а разыгрывать будем 10 сиолей на 1 месяц. То есть обычные сиоли. Правила для участия будут элементарные. Во-первых, это, конечно, быть подписанным на данный мой ютуб-канал. А во-вторых, написать в комментариях своё мнение о тех изменениях, которые мы сейчас разберём. Сразу скажу, что комментарии по типу «нормально», «классно» или «говно», «неинтересное говно». Такие и подобные им комментарии я не буду учитывать. Пожалуйста, осильте написать хотя бы одно большое предложение. Ну и, конечно же, никакие там поэмы по объёму текста я от вас не прошу. Но и не запрещаю, в принципе. Итак, поехали. В первой четверти года планируется. Изменение системы фракций. Сюда входит удаление фракционных очков и упрощённая система перехода из одной фракции в другую. Возможно, даже вообще без каких-либо ограничений будет данная система. Здесь, кстати, разработчики говорят, что данная система не работает должным образом. Но, как по мне, это весьма хорошая и не особо сложная система. Просто тот разработчик, который ею занимается, должен вынуть руки из своей жопы и вбить в эту систему все данные. То есть, события, которые есть в игре, ну а также, чтобы был учёт количества игроков, которые принимают участие в этих событиях. То есть, сюда запихнуть все старые и новые разломы, все события, которые происходят в игре. Я имею в виду жабы на Эфенхале, конечно же, луга, Ифнир, бухты китобоев. Всех боссов сюда запихнуть. И в том числе убрать эту дебильную просто какую-то систему, где вас 19 человек, вы убиваете босса, и босс не засчитывается в силу фракций. Где, допустим, вы убиваете рейдом в 50 тел Кракена, но в момент, когда у Кракена там проценты 2-3, все выходят из рейда, там остаётся 2 человека, которые лутают этого босса, и всё, в принципе, как бы это не должно учитываться. А потом, уже после таких вот подобных моментов, мы говорим, не, ну система-то дерьмо, конечно же, да, нужно переделывать, да, да, да. Также в это время будет изменено событие обороны Ифнира. Вроде как разработчики хотят сделать её в соревновательном виде. То есть фракция против фракции, где у каждой фракции набираются свои очки. В самой такой системе, конечно же, никакой новизны нету, но как именно они это всё сделают, пока что непонятно. Будет ли вообще в локации Ифнир мирка или война во время данного события? Это тоже немаловажный фактор. В принципе, ладно, насчёт этого пока что рано что-то говорить конкретного, но вот есть один вопрос. Для чего они это делают? Ведь получается, что должно быть что-то, что привлекало бы игроков сюда ходить. Возможно, они хотят добавить в игру какие-то новые предметы, которые мы будем брать за знаки оккультиста. Ну и кто бы сомневался, нас ждёт или перекрафт, или пробуждение чем-либо коллекционного ездового питомца меха на дракон. Во второй четверти года планируется создание новой системы распределения сил, в которой точно будут учитываться гильдии, а также, скорее всего, и система с советниками. Понятия не имею, что это такое. Появится также или новая арена, или новая целая локация, в которой будет происходить сражение между гильдиями. Тут я, конечно, вспоминаю, что у нас ввели этот гильдийный данж. Так что пока что никакой особой надежды на что-то хорошее в этих словах я не вижу. Но, конечно же, в теории может быть что-то интересное. Появится также новое глобальное поле битвы. Что это, где это, хэзэ. Помнится, разработчики обещали как арену 1х1, так и масс-арену, тот же Даскшир, которые будут расширены для всех игроков, разных локализаций. Возможно, разговор идёт именно про это. Также здесь нас ждёт или перекрафт, или пробуждение чем-либо коллекционного боевого питомца Эрнардский Эксклибрис. Идём далее, и здесь у нас уже третья четверть года. Здесь у нас разработчики планируют локацию Сады Матери сделать межсерверной. В русской версии, скорее всего, поделят это, наверное, на две части, то есть по четыре сервера. Ну а также, довольно неожиданно, сюда перенесут Эрбэк Санатас и Кракен. Таким образом, сражения за данных боссов будут теперь происходить здесь. Как по мне, данное изменение не особо как-то логично и удобно, потому что если объединить некоторые серверы на данную локацию, будь это, допустим, по четыре сервера или меньше, по два сервера на локацию, то появляются нюансы в том, что данного босса никто и не заберёт без какой-либо договорённости. А также, допустим, если соберётся большое количество игроков, то они просто не прогрузятся в этой локации. И, во-вторых, игра не расположена для таких массовых больших сражений. А ведь таким образом может собираться довольно большое количество игроков. Если же, допустим, оставлять всё, как есть у нас сейчас, допустим, запад там с одного сервера, пираты с другого, восток с третьего, то, допустим, если по такой же аналогии ещё один сервер сюда добавить, то тоже какая-то фигня получится, получится какой-то дичащий просто рандом. То есть, зайдя в Сады Матери, у тебя будет один противник, ну или одни противники, а на вашем сервере, где вы находитесь просто в открытом мире, у вас будут другие противники. Так что к этому изменению у меня довольно много вопросов. Также в третьей четверти года нас ожидает новая система прокачки усиления под названием 12 знаков зодиака. Здесь у нас сказано, что это связано как с распределением основных характеристик персонажа, вспоминаем, что в игре есть такая система, так и с прокачкой ячеек. Возможно, речь идёт просто про увеличение лимита на переролл характеристик, а также про увеличение уровня прокачиваемых ячеек. Ну и, конечно же, здесь нас ждёт или перекрафт, или пробуждение чем-либо коллекционных крыльев Покоритель Небес. Ну и ближе к концу года планируется появление в игре новой расы феи. Нахрена понятия не имею. Как-то и без этого, знаете ли, 10 лет играли. А также появится новая система усиления снаряжения. И после всех изменений, прокачав полностью своего персонажа, ваш ГС сможет достигнуть 30 тысяч ГС. А на масс-пвп-арену тот же Дэше продолжат пускать игроков минимум там сколько, 5 или 10 тысяч ГС. Главное это баланс, конечно. И на этом у нас весь анонс основных изменений, которые разработчики планируют на 2024 год. Будут, конечно же, и другие изменения, но эти они решили как-то вот выделить как основные. Своё мнение насчёт этих изменений можете написать в комментариях, тем самым примите участие в розыгрыше Сиоли. Не забываем подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы ничего в дальнейшем не пропустить. Субтитры сделал DimaTorzok